Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня в Одесском апелляционном административном суде прошло очередное заседание по делу о законности установления памятника Екатерине II, или точнее основателем города Одессы, но одесситы его знают как памятник Екатерине, потому что Екатерина является центральной фигурой архитектурной композиции. Дело в том, что казацкая организация СИЧ выступает истцом по этому делу, требует признать, что одесская мэрия в 2007 году установила этот памятник незаконно, что памятник Потемкинцам в свое время, который был установлен при советской власти, также незаконно был снесен. И вот в принципе суд первой инстанции признал эти факты, однако конкретно каких-то действий не санкционировал. Сейчас одесская мэрия оспаривает решение суда первой инстанции в апелляции, но мы не будем углубляться как раз в юридические моменты. Мы сегодня у вас спрашиваем, нужен ли Одессе памятник Екатерине II или памятник основателям города, как он официально называется, или вот как кому удобнее называть. Если вы считаете, что нужен, звоните по номеру 784 80 81, если считаете, что не нужен, по номеру 784 80 82. Если у вас будут вопросы к гостям нашей студии, звоните по телефону прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии Павлом Кириленко, главой Одесской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода». Витаю вас, Павло. Витаю. И Александром Орловым, депутатом Одесского городского совета от партии «Оппозиционный блок». Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, простой вопрос. Нужен ли Одессе памятник Екатерине II или основателям города, где центральной фигурой композиции является императрица? Ну, не углубляясь там какие-то исторические параллели, я скажу так, а нужен, ну, знаете, как в Одессе у нас модно вопросом на вопрос, а нужен ли нам оперный театр, а нужен ли нам Потемкинская лестница, а нужен ли нам Приморский бульвар, вот нужен он нам? Ну, я думаю, что все ответят, что нужен. Так и Екатерина. Екатерина Сергея, политическая фигура, в отличие от чисто архитектурных объектов, визитных карточек. Да, понятно, но дело не в этом. Дело в том, что мы уже политику там приплюсовываем. С памятниками-то бороться легче, понимаете? Они-то памятники не ответят. Они уже свое там когда-то провели какие-то свои поступки, свои решения и так далее. Им поставили памятник, потому что действительно Екатерина имела прямое отношение к основанию нашего города. И это, значит, надо воспринимать как данный факт, что мы историю переписываем по несколько раз. В странах Европы, куда вот так усиленно стремимся в последнее время, стоят памятники различным деятелям, которые, ну, воевали друг с другом, которые есть неоднозначные вообще, неоднозначные какие-то примеры в истории. Это история, ее изменить нельзя. Плохая она, хорошая, нравится она кому-то или нет. Она была, уже случилось. Поэтому я считаю, что это чисто даже не то, что там пиар какой-то, просто глупость обсуждать этот вопрос. Но у нас на самом деле вот последний год уже праздновал все День города, скажем так, в двух ипостасях, да? Что есть вот действительно часть людей, которые не считают, что, ну, скажем так, считают, что Одессе намного больше. Да, я тоже хочу сказать, давайте вот у нас город юмора, да? Значит, мы можем еще поюморить по этому поводу и отмечать День рождения с какого-то римского или греческого поселения. Вот у нас раскопки же были на Примерском бульваре, там нашли остатки поселения римлян. Давайте праздновать там, что Одессе не 600 лет, как по-новому, а примем решение, Верховная Рада решила, значит, и примем решение, что ей 2500 лет. Ну, все, нормально, и тоже будем праздновать ходить. Ну, понимаете, глупости обсуждать и говорить об этом, это, ну, тяжело. Когда вот на очевидный факт вам говорят на черное-белое, на белое-черное. Ну, если в общественном мире есть разные позиции, то обговорювать это обязательно нужно. Павло, на вашу думку, чи нужен памятник Екатерине II Одессе? Ну, вот вы сказали про то, что в Европе немає, всем есть памятники. А я что-то не знаю, чтобы в Европе, например, были памятники Адольфу Гитлеру. Знаете, для Украины Катерина – людина, яка императрица, царица, яка закрепачила селянство, яка зруйнувала Запорізькую Січ. Это не та фигура, яка заслуговує на таку пашану в нашей стране. Я не хотів би, не є правильным зводити до абсурду, насправді, історію, так, як ви кажете, що давайте згадаємо, що тут було 2,5 тисячі років. Ну, треба сказати, до речі, я, вибачаюсь, перебью, що оця площа Екатериненська, у нас 41 по 43, якщо не помиляюся, рік, називалася площою Адольфу Гитлеру. Звичайно, і, наскільки мені відомо, там навіть пам'ятник Адольфу Гитлеру стояв. До речі, багато на цьому місці стояли різних пам'ятників, здається, і Карлу Марксу в тому числі. І, знаєте, ми можемо сперечати, що тут було 2 тисячі років тому на території нашого півдня, Причерномор'я, але є офіційні достаменні факти про те, що вже приблизно 800 років тому тут була фортеця, тут був порт, тобто повноцінно розвивалося місто. І чомусь в Одесі немає пам'ятника Данилу Галицькому, який колонізував цю територію півдня і Причерномор'я, це були крайні рубіжи Галицького королівства. Чомусь тут немає пам'ятника в нас в Одесі князю Вітовту, який був князем великого князівства Литовського. І, зокрема, при ньому вже є офіційні дані, що тут було місто, яке називалося Кетюбієво, яке досить добре розвивалося, економічно працював порт, переправляли кораблями збіжжя, місто кипіло. Ну, але про Катерину чомусь, от просто це імперська така традиція прив'язати Одесу, прив'язати південь України до Російської імперії. Нібито 200 років раніше, ніж тут з'явилася Російська імперія, там 200 років тому з лишнім, тут нічого не було, був голий степ. Це неправильно. І, ви знаєте, тут ще інший дискурс з приводу пам'ятника потьомкінців. Знову ж таки, на жаль, радянська пропаганда зробила з цих людей, які підняли повстання на броненосці потьомкінні, зробила із них таких собі більшовиків-коммуністів. Насправді це не так. Це були, до речі, українські офіцери, які належали до революційної української партії, які виступали за незалежність України. Так, звичайно, на початку ХХ століття більшість, переважно, різних політичних сил, організацій і партії, вони мали соціал-демократичний нахил. В тому числі і, очевидно, ця партія українських революціонерів. Але це не були комуністи. Вже радянська пропаганда зробила з цих людей більшовиків і комуністів. І пам'ятник потьомкінцям, який там стояв, я дуже пам'ятаю, я був тоді, коли демонтували пам'ятник потьомкінцям вночі. Таємно від одеситів оточили все Бєркутом. І я пам'ятаю просто звичайних одеситів, перехожих, які тоді проходили і теж обурювалися, як це так. Це ж наша історія, це ж наше місто. Люди сприймали це як наїзд на цінність, власну одеську, на нашу одеську самобутність. Звичайно, саме в той час, в 2007 році, я пам'ятаю, що по всім телеканалам були масово проплачені телеефіри різні. Кожні новини, жодних новин не було, які би не були присвячені тому, що Катерина одна із засновниця міста. І фактично людей просто забували протягом року про те, що має бути встановлений пам'ятник Катерині ІІІ. В результаті сьогодні, про що ви кажете, боротися сьогодні... Селіму Третьому поставити. У нас же був Хаджибіерський... Ну бачте, я ж вас не перебував. Хаджибіерська крепость, давайте пам'ятник Селіму Третьому поставити. Павло, а ви виступаєте за те, що повернути пам'ятник Потьомкинцям? Я вважаю, що якщо пам'ятник Потьомкинцям буде повернути, в цьому нічого не буде страшного. Просто він підпидає під закон про декомунізацію, який я розумію. Ні, ні в коєму разі пам'ятник Потьомкинцям не підпадає, тому що я вже ж пояснив цей дискурс. Ми не можемо всіх, коли більшовики з своєї точки зору для власного піару зробили комуністами, ми ж не можемо погодитися з цією комуністичною істеріографією. Насправді, у нас є своя історія, і наші історики дали чітку оцінку, хто були офіцерами Збройненоса Потьомкинця, що це були українські патріоти, які виступали за українську незалежність, і їх взагалі не потрібно ототожнювати з якимись там лівими, проросійськими, комуністичними рухами. Тільки я зауважу, що багато хто, наприклад, з українських націоналістичних сил та націонал-демократичних так не вважає і дійсно виступає проти пам'ятника Потьомкинця. Я прочитав сьогодні це в інтернеті. Лейтенант Шмідт теж був українським офіцером? Я хочу сказати ще одне, що, знаєте, на цьому місці було багато різних пам'ятників. Вже казали, що і Гітлеру був пам'ятник, і Карлу Марксу, і Потьомкинцям, і знову Катерині. Тому це таке місце, знаєте, якщо знову Катерину приберуть і поставлять пам'ятник комусь іншому, ну, я думаю, нічого страшного всього не станеться. А можливо, не варто там взагалі ніяких пам'ятників вставити, а нехай це буде просто звичайна площа, нормально облаштована. К нам присоединился Геннадий Чижов, політолог, юрист, президент ісследовательського центра ЛАД. Добрый вечер, Геннадий. Ви нам поможете немножко разобраться в историко-юридической, скажем так, плоскости. Но сначала, вот ваша оценка, як житель Одесы. Нужен ли Одесе пам'ятник Екатерине II? Хорошо, я отвечу. Я просто ще історик по образованию, поэтому я... Безусловно, я же сказал, поэтому историко-юридическое. Глубоко сижу в этой теме, и, конечно же, тонкости есть. И можно взять примеры, как это делается в мире, в цивилизованном мире, в который мы идем. Я считаю, что здесь должна быть гражданская позиция, нужно, не нужно. Смотрите, что получается. Вот очень-очень сложно просто брать на себя такую функцию, что вот я судья, не судья. Никогда нельзя вот себе такую функцию, но нужно взять две точки зрения. На самом деле, вот у нас выражаются эти две точки зрения, они как крайние. Я считаю, что их нужно сближать. Сближать на норме любви к городу, любви к культуре, любви к эстетике и архитектуре. Если мы достигнем такого эффекта, то да, мы получим движение вперед нашего города, нашей страны, и к цивилизованному пути решения. Вот на примере Великобритании. В одно время это была просто Англия, потом это стало другим государством. Великобритания. Когда это была Англия, в начале 17 века был такой король Карл I, которого считали, что он, который считался неплохим правителем, по большому счету, и против него было поднято восстание, которое возглавлял известный всем Оливер Кромвель, человек, который отличался, безусловно, жестокостью, и которые отрубили, по его приказу, отрубили голову Карлу I, и в итоге он был объявлен одной стороной конфликта, и на протяжении, причем столетий, столетий, пока не формировалась полностью уже Великобритания и в современном понимании. Его голова 300 лет бродила по Англии. Она висела то на одном коле, то в другом месте она выставлялась на показ, когда ее отрубили этому Карлу I голову. Но, что я хочу сказать. Вот сейчас, на данный момент, после этих больше, чем 300 лет скитаний, мы видим в Вестминцерском аббатстве, это прямо возле палаты общин, то есть парламента Великобритании, во дворике Вестминцерского аббатства, прекрасно стоит уже теперь новый памятник Оливера Кромбелю, с наклоненной прадоглавой, что он признает свои вещи. Он завоеватель Ирландии, покорил Ирландию, завоеватель Шотландии, враг абсолютизма, враг монархии. А в Англии вернулась монархия, вернее, Великобритания. Видите, какой сложный клубок. История, это политика, конечно, обращенная в прошлое, но мы должны четко понимать, что есть разные подходы. Вот англичане, вернее, не тоже англичане, а люди, проживающие на территории Великобритании, а это не только англичане, так и Шотландцы, Ирландцы, Уэльси и так далее. Они считают по-другому. А они взяли потом в 1960 году, поставили на стене сверки Сатур-Маргариты, которая тоже замыкает этот архитектурный ансамбль в Вестминцерском аббатстве, и установили бюст Карлу Первому. Получается, тот, кого он убил, казнил, отрезал голову, друг напротив друга они теперь смотрят друг в друга в глаза. Практически, как, сейчас у нас есть телефонный звонок, и потом у меня к вам еще будет вопрос. Да, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, задавайте вопрос. Я 10-ка пятом поколении, у меня возмущения просто нет предела. Вот я обращаюсь к молодому человеку со свободой. Им, что нечем больше заняться, у нас, что нет проблем, только памятники сносить, ставить. Пусть поедут во Францию, в Париж, там есть бульвар Сталинграда, никто его не сносит, хотя с Россией отношения не самые лучшие. Что это такое? Что это такое? Полно площадей. Давайте будем всем ставить памятники. Хотя памятник грекам основать, давайте поставим там. Но что это каждый раз, вот это колотнечо в городе? Ну что это такое? Спасибо за ваш звонок. Я бы хотел прокоментовать, что нам действительно есть, чем заниматься в стране. И не мы поднимаем это вопрос памятников. А я бы как раз хотел сказать про политическую ответственность керевников міста, мероприятий, политическую ответственность людей, которые приняли это решение, установить памятник Катерине. Это не нужно было делать, и нужно было предпочить, и понимать, что это выключить массу разных общественных противостоянь, загострения ситуации в городе, что, власне, и произошло в 2007-м году. Это не нужно было делать. И, на жаль, сегодня мы уже должны были, фактически, разгребать вот это, что случилось буквально уже 10 лет назад. У меня вот один вопрос еще к Геннадию, и потом вы... Я был участником принятия этого решения, могу рассказать, и вообще подоплю. Вот сейчас просто Геннадий сказал очень важную вещь о сближении позиций, о том, чтобы поставить несколько памятников. Вот я бы хотел, чтобы эту мысль мы довели до конца, вот в практической плоскости, да? Если мы вспомним историю создания этого памятника, был тогда меценат Руслан Тарпан, который сотрудничал с тогдашним городским головой Эдуардом Гурвицем. Человек богатый, человек специфических взглядов. Мы помним, что он был в партии Натальи Витренко. Понятно, что за деньги городской казны этого никто делать не будет сейчас, устанавливать другие памятники. Найдутся ли в Одессе меценаты, которые смогут как-то сбалансировать политику памяти с точки зрения установления памятников? У меня есть большие сомнения. Я однозначно считаю, что не нужно тот ужас, который стоял на Екатеринской площади восстанавливать. Памятник Потемница некрасивый был, он неэстетичный был, он громоздкий был. Кстати, по этой же причине вы брали голову Карла Марса, которая стояла как леповато. Вопрос у меня в другом же был. Вот в этом и секрет. Смотрите, нужно делать эстетично, красиво и на то, что пойдут граждане. Я считаю, что нужно все-таки, если будет принят закон о местном референдуме или еще каким-то плебисцитом, в Одессе этот вопрос решать. Если граждане дадут свое добро на тот или иной вариант, вот этот вариант должен быть принят громадой, территориально. Это юридически будет, если вы меня спрашиваете. Историко-юридическое обоснование, оно должно быть сделано. Я, например, на факультете нашем спрашивал, на историческом, как вы относитесь. Ну, 95% факультета, они, конечно же, тоже памятника Екатерины не стояло. Юридический факультет наоборот считает. Ну, понимаете, как вот, ну, как, и те, и те люди прекрасно понимают, о чем идет речь. Каждый стоит на своем, а позиции нужно сближать. А сближать нужно только путем прямого, открытого голосования, обсуждения и решения этого вопроса. Я не хочу быть пророком, но я считаю, что все-таки в итоге мы добьемся того, что будет или плебисцит, или референдум, потому что таких вопросов в Одессе накопилось множество. Их нужно решать. Александр, сейчас, сейчас, я обещал Александру. Если можно, я, действительно, порва вот женщина, которая позвонила. Других проблем нет в государстве и в городе, как вот этим заниматься. Ну, она еще живет идея. Я сейчас объясню, что там заменили и почему вообще логика этого, этой замены, значит, была в то время. 2005 год, 2005 год, когда это решение было, оно неоднозначно было принято и нашими избирателями, потому что памятник Потемкинцам, сейчас задним числом там украинские, значит, офицеры вдруг появились, которые там были, наверное, в Луна, Унсо и так далее. Ну, мы об этом просто... Мы требуем об обсуждать. Да, и, наверное, они об этом не догадывались вообще-то, в принципе. Ну, бог с ним. Это историчный факт. Ну, естественно, конечно. Они написали у них, потом обнаружились билеты, значит, офицеры и так далее. Ну, тогда вообще понятия у офицера, он бы с такими взглядами вообще не стал. Не был бы оборским офицером, чтобы вы знали. Значит, логичнее бы... На повстание все, что пишут, значит, мало политичных повреждений. Ваши историки немножко лучше бы раскручивали Вакулинчевка. Вот он действительно украинец. И все-таки занялись переименованием. У вас в Польше сейчас проблемы, так опять переименуйте польский спуск Вакулинчевка. Александр, пока вы не начали по истории, у нас телефонный звонок, и потом вы обязательно расскажете. Так вы пропагаете по именову. Павло, 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 есть звонок. Да, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Большой привет хочу передать свободовцам. В том плане, что этот молодой человек делает все для того, чтобы не соединить нашу Украину, а разорвать ее на куски. Спасибо за вашу руку. Да, Александр, продолжай. Я попрошу режиссера студии не давать больше звонков. Нам нужно еще обсудить один номер. Логика 2005 года заключалась не во взглядах Тарпана или еще кого-то и так далее. Кстати, этот памятник одобрил при приезде в Одессу Виктор Андреевич Ющенко. Это при нем восстановилось. Не правда. Ну как не правда? Правда. Задайте выступ Ющенко в оперном мутаторе, где он сказал никаких памятников, как Таренц. Вы даже больше знаете, чем я. Значит, логика, вы же знаете, о чем князь Курбский говорил на польской границе. Понимаете, да? Это логика ваших историков. Я не знаю, что думал Сталин, о чем он думал. Но давайте уже не по историкам, да. В 2005 году логика была какая. В Одессе была впервые разработана программа вхождения центра города, программу ЮНЕСКО. Сохранение исторического наследия, вхождение нашего центра города в список ЮНЕСКО. Исторического облика. Да, исторического облика. Для этого была разработана специальная программа. Она до сих пор действует, ну с определенными недостатками. Значит, и как комиссия ЮНЕСКО принимает вообще, принимает решение о вхождении в историческое наследие. Берется аутентичная открытка того года, когда была создана эта площадь. Или улица. Приезжает комиссия и сравнивает ее облик. Там не должно быть настроенных мансард, там крыш и так далее. Восстанавливается облик такой, который был. Поэтому было принято решение восстановить, вот сделать как бы Приморский бульвар, Приморский бульвар, Екатерининскую площадь, затем Сабонеев мост и так далее. Вот эту часть, хотя бы ее частично ввести в историческое наследие, всемирное наследие ЮНЕСКО. Поэтому и было принято решение, ведь памятник Потемкинцам появился в 65-м году. Поэтому было принято решение поставить тот памятник, который был на этих фотографиях и отображал бы действительно исторический облик этой площади. Автентичность? Да, автентичность. Вы манипулюете это? Ну понятно, я так, конечно, манипулирую. ЮНЕСКО говорило про архитектуру, а не про те, какие там стоят памятники. Нет. И если это памятник основникам места, то где же там основники места? Павел, значит, я этот вопрос очень досконально, в отличие от вас и ваших историков, изучил. Значит, поэтому и было принято решение о переносе памятника. Кстати, он неплохо смотрится там на таможенной площади. Я, кстати, тоже был сначала противником этих переносов, но действительно на таможенной площади он как-то вписался, памятник Потемкинцев. Да, единственное, опять же, политика, политика, она вмешалась в этот процесс. И на памятнике Екатерине, который был, значит, установлен вначале, она стояла на знамени турецкой, значит... Ахмеда Ахмеда. Да, и, значит, по требованиям турецких властей просто не стали восстанавливать вот этот облик. Поэтому и тогда уже были такие политические какие-то вещи. Значит, но, чтобы поставить точку на ды, надо не в суды Павлу идти, а есть определенная... Свобода... Нет, нет, может, я прошу прощения тогда... Свобода не является истцом. Я предлагаю, чтобы... Свобода стояла у истока протестных движений против памятника. Я потом в Куларах расскажу, какие это были протестные движения. Ну, еще и как они проходили. Ну, хорошо, давайте об истории. Да, об истории. Поэтому, для того, чтобы... Тогда расскажите на эфире, почему в Куларах. Да, что я не хочу. Нет, нет, давайте политические прязги. У нас не так много времени, давайте, несмотря на то, по сути, вопрос. Выбраться популистом. Может быть, значит, но вряд ли. Я в жизни занимался конкретными вещами для популистного... Александр, давайте межличностные вопросы сейчас... Ну, Павел сбывает, мы постоянно на это дело. Поэтому, я предлагаю вообще, вот на эти вещи, ни в суды, ни какие-то там меньшинство, большинство проведите. Есть устав города, в котором предусмотрено проведение, ну, не референда, а опроса по вот этим... Лебесито, да. И все, вопрос закроется. Только я боюсь, что мы и отпоминуты... А почему вы в 2007-м не провели цей референд? Устава города не было. Нет, у нас были формы прямой демократии, закрепленные в других законодательных актах. Это можно было сделать. Можно было, но на тот момент принятие решения сначала исполнительного комитета, а потом сессии городского совета, это было полномочия сессии городского совета. И закон, на мой взгляд, он не был нарушен. В любом случае это носит рекомендательный характер, так что если сейчас провести, в принципе, никаких последствий может и не нести это дело. Так, Павло. Ну, я хотел бы все-таки еще прокоментовать то, что говорил Геннадий с приводу, например, Великобритании. Тут единственная разница между Великобританией и Украиной, то, что, в принципе, Катерина – это риса Российской империи. Мы живем сейчас в Украине. Украина на то время была территорией, держава, земля окупована Российской империей. И, конечно, что политические, разные действующие, которые должны, которые должны, которые должны, чтобы нашу страну, украинскую, сегодня мы, их начальники, маем, конечно, всех примирить. И мы не должны займать там чьюсь позицию кого-то из наших попередников. Но до чего тут Катерина? Катерина – это действительная другая страна. И нехай в России ей установят памятники. Но до чего тут Украина? А на тот момент, когда Одесса образовалась, было такое государство Украины? Она была до того. Нет, нет, не до того. А вот она была на тот момент вообще, как в государстве? Ты считала? Так, в Запорожской сфере. Это государство? Геннадий, это государство? Звучайно. Я считаю, что Российская империя и царская влада поступало забирало права у церкви державного введения. А оккупирована была территория Украины или нет? Я скажу свою точку зрения, но она, наверное, сходится в большинстве и с юристами, и с историками. Я ее корректировал. Дело в том, что смотрите, что получается. На самом деле, конечно же, Украина не была самостоятельным государством. Потому что память о Екатерине был открыт в 1896 году. Но она никаким государством тогда не была. На столетия. Она, в принципе, не имела формы государственной. На столетия. Мы поэтому должны... Речь о том, была ли оккупация. И вот тут есть две позиции. Исторические факты, они существуют. И наука не менее точная. Вернее, история не менее точная. Наука, чем математика. Мы не можем делать. Но я настаиваю на примере Великобритании. Дело в том, что тогда Великобритании тоже не было. Была Англия. А сейчас есть Великобритания. Другое государство. А людям все равно отдали какое-то вот символ, что это было. Вот тут надо поработать специально, я считаю, комиссиям. Специально собирать коллегию историческую. Ведь наши историки боятся подписать эти вещи. Я спрашиваю как-то, а почему вы там сделаете заключение юридическое насчет 600-летия Одессы? Ну, есть же книги. Давайте, я говорю, ваш исторический факультет сделает заключение. Что был такой историк польский, там, Лукаш, который объявил, что в летописи, и Тони со своих словом переписал старые летописи, что это было. Тоже есть зацепки. И у обоих сторон, хотя у меня, например, только одна зацепка, что с конца 15-го века по конец 18-го века был период, когда это был поселок Татарский. Он не был статус города, такого европейского. Да не было. Понимаете, сложность. Да, я сам оставил когда-то позицию, что здесь нельзя кидаться. Здесь нужно научному сообществу дать на лодку по те вещи. Но они должны быть публично-позрачно. Можно даже включить прямой эфир с этих конференций и послушать точки зрения. Мы в такое короткое время можем только привлекаться. Понимаете правильно, каждый хочет свое доказать. А я считаю, что нужен консенсусный подход, плебисед и выражение точки зрения громады через или депутатский корпус. Но тогда должно быть научное заключение подписанное, подчеркиваю, Одесским факультетом историческим или Академией наук. И тогда мы имеем все основания. Почему так было, почему так есть, почему так будет. А в общекультурном, цивилизационно-правовом, демократическом измерении, конечно же, памятник должен там стоять был Екатерине. Я на этом настаиваю. Но если его уже убирать, только мощное обоснование должно было быть, что сейчас его снести. Я не представляю, что... Ну и ставить, наверное, тоже нужно было на... И посоветовавшись с громадой, а не так, как это было. Тогда бы сейчас многие вопросы были бы сняты. Мы идем через больные вещи. Какая бы там ни была на еде, кушалого детей. Я прошу прощения. Вот понимаете, в чем дело? Вот это все перекидывание туда-сюда. Я еще раз говорю. Мы сейчас живем действительно в самостоятельном, суверенном государстве. И это никто из присутствующих в студии не оспаривает. А вот переписывание истории, оно было такое. И переписывать и рассказывать, что Запорожская сеть это государство, ну это, понимаете, по меньшей мере, может быть, в нашем городе смешно воспринимается, а в другом как-то не очень. Сейчас я вам скажу. Поэтому надо прекратить бороться со своим прошлым. Надо жить настоящим, понимаете? Как только мы боремся с прошлым, оно по нам стреляет и разобщает. Вот то, что сказал телезритель, разобщает нас. Мы не должны этим заниматься. Оно было плохое, хорошее, но оно было. Специалисты пускай говорят. Да, пусть специалисты об этом просто рассуждают. Вы политики? Да. А нам оставят, понимаете? Потому что как только, вот мы бы если бы провели в 2005 году референдум, часть сказала бы, да он неправильный, он как-то вот так вот задурили мозги, значит, людям не так объяснили, давайте проведем новый. Не, ну так можно, понятно, дойти до абсурда, но у вас бы, по крайней мере, был конкретно непонятный момент и определенная связь с громадой. Нам нужно подводить уже итоги. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты. Напомню, мы спрашивали, нужен ли Одессе памятник Екатерине II, памятник основателям города, который называется. Ну вот 96% наших телезрителей, я не знаю, какой процент, сколько человек нам позвонило, я не могу сказать о репрезентативности, но вот так, на сегодняшний день вот так вот. Давайте прокомментируем результаты, Геннадий. Ну результат, потому что, действительно, концепция ПК преобладает, это то, что они основатели города. Может, они, на самом деле, основатели города, в понимании современного, я согласен, но корни были и в 1415 году, когда это был порт, в котором были все признаки, все 11 атрибутов города, там очень большое количество, не буду их перечислять. То есть надо этот вопрос увести из политики на конференции, на симпозиумы, на обсуждение публичное, и тогда можно подавать его уже готовое решение, проект решения на плебисцит, и люди будут голосовать, громада имеет окончательное право, как вот это сделали в Венеции, когда там тоже был остров, якобы, на который там переселились беглые монахи, и поэтому приписали несколько сот лет в Венеции. Но они хотят это делать для того, чтобы было больше туристов. Может быть, нам это тоже в какой-то степени надо подойти оригинально, чтобы было больше туристов, продлевать и срок существования Одессы, и обоснование какое-то, почему здесь может стоять такой памятник. И если этого не сделано будет, тогда будут конфликты. Ну вот, в принципе, я согласен в том, что наличие памятника основателям с центральной фигурой Екатерины II не отменяет, допустим, мнение тех людей, которые считают, что должны быть памятники другим деятелям. Павло. То есть они, этих основников, мое быть, набагато больше, чем одна только Екатерина. Александр. Ну, мы, понимаете, опять передергиваем историю. Значит, у нас, как бы, Великобритания, что бы ни делала, она святая, хотя Эдуард Восьмину народу в свое время перекрошил и закрепостил вольных крестьян и так далее. Но я так думаю, что Павел был бы доволен его деятельностью и сказал, что он молодец. Вы сейчас опять провоцируете. Да, кроме Вильвы Мэйши, у нас времени уже есть. Кроме Вильвы Мэйши, если вы думаете. Смотрите, значит, в чем проблема... Вот я еще раз говорю, историю, она какая есть. Ее не надо переписывать и на ней спекулировать. А одесситам надо ответить, даже задать себе такой простой вопрос. Кем мы хотим называться? Или одесситами, или хаджибейцами, или еще какими-то там поселенцами привитых. Но в этом речь не идет, кстати. Да. Ну, почему? Название зеленых пунктов менялось. Нет, я вам скажу, почему речь идет. Это речь идет, кто знает об окне Авертона. И вот это протаскивание, вот это идеи, которая следующим шагом должна им нести переименование города в хаджибей или еще какой-то там, как сейчас Павел поведал с этого самого... Вы напомнили, как отзывили, от хаджибейцами. Сейчас речь не идет об окне Авертона. Спасибо вам за интересную студию, за содержательную дискуссию. Большое спасибо, что пришли. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были Геннадий Чижов, эксперт, глава исследовательского центра ЛАД, Александр Орлов, депутат Одесского городского совета от оппозиционного блока и Павел Кириленко, глава областной организации «Выва свобода» и экснародный депутат. Студию провел Константин Гречан, и мы были в прямом эфире. Всего доброго.